Собака бывает кусачей, только от жизни собачьей, только от жизни, от жизни собачьей, собака бывает кусачей. Я занимаюсь относительно недавно, у меня нет 20 лет стажа, но по количеству проработанных собак с агрессией, с страхами, это исчисляется в тысячах. У меня есть опыт работы с детьми, я занимаюсь проектом канистерапия в Харькове, я занимаюсь ездовым спортом, пропагандирую здоровый образ жизни с собакой. То есть у нас очень много направлений есть в кинологии, где можно применить себя как спортсмен, как организатор, как дрессировщик. И это все я объединяю не только в себе, но и в своем кружке. Потому у нас есть дети, которые занимаются собаками, которые будут в будущем канистерапевтами, собаками, которые готовятся на соревнования по ездовому спорту. У нас есть группа, где дети работают для праздников, чтобы можно было делать показательное выступление, так сказать, показывать свою работу во всей красе. Сегодня мы сделали первое официальное наше мероприятие от клуба «Юного кинолога». Показали послушание от собачек, показали, дали пятиминутную коротенькую в одну лекцию, кто такие собаки. У нас была выставка «Показ мод». Собачки были в костюмчиках, с ними можно было потом пофотографироваться. Сейчас у нас есть золотистый ретривер. У нас есть шелти, у нас есть маламут, у нас есть немецкие овчарки. У нас есть достаточная база для того, чтобы научить ребенка, как быть дрессировщиком, так и просто общению. Тому элементарному общению, где счастливы собачка и ребенок. Сейчас график воскресенье, 10 часов и мы начинаем занятия. Дальше у нас в 11 часов выступления, где дети могут себя показать во всей красе. Обед, отдых и снова занятия. Вот наше расписание дня. С 12 до 18 у нас идут целенаправленно как дрессировщик, юный кинолог. До 12 лет мы детей учим, как правильно общаться, как правильно вести себя с собачкой. То есть мы даем тот опыт, правильный опыт общения с собакой, который они не могут получить дома. Во-первых, ребенок учится общаться с собачкой. То есть у него уже не будет тех страшных сцен, которые мы можем видеть на улице, когда ребенок бежит хватать собаку за хвост, тянет за ухо. Это дает основы, как собачкой заниматься, как ее дрессировать. С этого мы стартуем. А дальше мы уже смотрим, что ребенку интересно. Если ему нравится бегать, прыгать, то это более активный ребенок. Он идет у нас по большей части в ездовой спорт. То есть это веселый каникрос, где они могут бегать с собачками, получать за это медальки и ценные призы. Если ребенку нравится, он получает удовольствие от заработки команд, то ребенок уже готовит свою собаку под показательное выступление. И потом сможет выйти на публику и продемонстрировать результат. Только от жизни, от жизни собачей собака бывает кусачий.